Всем привет, вы на канале WebDeveloperBlog. Мы продолжаем уроки JavaScript практики и сегодня мы создадим вот такие вот поп-апы. Вы должны уметь ими пользоваться и их создавать. Их, конечно же, можно создать и на CSS, есть множество готовых решений, но, как пример, для того, чтобы рассмотреть на JavaScript, это очень интересно. И что ж, давайте попробуем. Для начала придем к HTML. Нам нужно создать блок с классом pop-up, в котором мы создадим событие onClick, которое будет вызывать myFunction. И также давайте какой-то текст здесь у нас будет clickMe. Хорошо. Далее, внутри этого же блока нам нужно создать span с классом pop-up-text. А также давайте добавим ему идентификатор myPopUp. Здесь у нас будет наш текст. Давайте 6 слов. Что ж, с HTML мы, в принципе, закончили. Перейдем теперь к CSS. Для начала нам нужно определить наш pop-up. Мы зададим position relative. Далее display inline block. Курсор pointer. Ну и также давайте зададим margin. Допустим, 50 пикселей для того, чтобы наш pop-up вообще было видно. Перейдем к стилизации pop-up текст. Visibility у нас будет hidden. После этого зададим ширину. Она у нас будет 160 пикселей. Далее background color мы зададим 3 пятерки. После этого цвет у нас будет белым. Далее text line у нас будет center. Border radius 6 пикселей. Padding у нас будет 8 пикселей и 0. Также position у нас будет absolute. Z-index единица. Bottom 125%. Left 50%. И margin left мы зададим минус 80 пикселей. Что ж, с этим мы тоже закончили. Далее перейдем к стилизации. Position у нас будет absolute. Далее у нас будет значение top 100%. Значение left 50%. После этого мы зададим margin.left минус 5 пикселей. Border width 5 пикселей. Border style solid. И зададим border color. Пускай будет 3 пятерки. Далее мы пропишем pop-up класс show. Изначально у нас будет visibility visible. И также надо прописать webkit animation. Fade in. Он у нас будет 1 секунду. И также animation. Fade in 1 second. Что ж, перейдем теперь к кейфреймам. Они у нас будут выглядеть таким вот образом. Вот таким вот образом. Теперь мы закончили с нашим CSS. И можем переходить к JavaScript. В JavaScript у нас не будет много функций, как в прошлых уроках. Мы создадим одну функцию, которая будет называться myFunction. При которой у нас будет переменная pop-up. Которая мы будем получать значение по идентификатору myPopUp. Далее мы выберем pop-up. Класс лист. И тоггл. И далее выберем наш класс show. В принципе это все готово. Давайте посмотрим, что у нас получилось на данном этапе. Да, все получилось именно так, как мы и задумали. При нажатии на текст появляется наш pop-up. В целом это все. Все очень просто. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok